Чуваки, у нашего титульного партнера запустилась невероятная акция, где каждому из вас светит очень крутой бонус. Достаточно скачать приложение, нажать на одну кнопку и получить подарок. Вся инфа у нас в Телеге, приходи по ссылке в закрепленном комментарии. Лучшее любительское дерби страны. Кубс ВС Московский. Кубс ВС Московский. Лучшее любительское дерби страны. Хубс ВС Московский. Чуваки, на самом деле идеальный момент для команды Эмина Антоняна, пока у нас, знаешь, оглена вот эта ахиллесовая пята, катаем новый состав после разгрома от ЦСКА. Самый идеальный момент, знаешь, заполучить эту долгожданную для них победу. В очередной раз сталкиваемся с командой Московского. Какой настроен на сегодня? Нормально. Сейчас второй день тяжеловато играть, но надо будет стараться. Пару раз их выигрывали. Очень приятно. Нужно держать планочку. По-любому. Брат, ну Московске надо дать должное реально. У них там сейчас все в прайме, чуваки. Все лучшие игроки реально. То есть, если там на летнюю лигу кто-то не попадал, то они прям собрали. Просто весь этот смак выпускает против нас. Я думаю, что сегодня я не особо отмену буду. Буду поддерживаться. Так, здоровье у игроков. Такое хотелось бы лучше, знаешь. Если ты говоришь, что это все приздец. Ну да. Ой, блядь, разминочки надо. Да и что? Что, в падлу? Не, не в падлу. То, что игра рано, она мешает? Ну да, так. Лучше вечером всегда? Лучше вечером, да. Шоперц, пацаны. Желаем удачи Бека Московский, потому что быстро будет очень жалко. Ну что, ребят, погнали. Разминка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Чувак, у нас на сайте стартовала продажа нашего чемпионского мерча. А для кого-то из вас он достанется совершенно бесплатно. В нашем телеграме проходит розыгрыш, поэтому переходите по ссылке в описании и участвуйте. Ну что, переходим к стартовой пятерке. Неизменный лидер это Серега Кривых, Стас Сотников, которого мы взяли в аренду под этот турнир. И три новых игрока, которые будут с нами играть целый год, а может и больше в нашей команде. Это Толя Гюнтер. Всем привет, меня зовут Анатолий Гюнтер, мне 21 год, 15 из которых я занимаюсь баскетболом. Раньше играл за молодежную команду Уникса, также был в юниорской сборной России 3 на 3 до 18 лет. Играл на всевозможных уровнях российского баскетбола. Предстоящий сезон буду проводить в команде Хубс. Вместе с парнями будем завоевывать чемпионство лиги в UBA. Да. Вообще неплохо. Следующий игрок это Гаттос. Всем привет, меня зовут Егор Гатин, а.к. Гаттос. Занимаюсь баскетболом уже 16 лет. Из моих регалий или участия в турнирах у меня есть такие турниры, как чемпионат России, также являюсь чемпионом России до 23 лет, принимал участие в различных международных турнирах и был легионером в китайской лиге Супер 3. В этом сезоне меня позвали ребята из Хубс играть в UBA и, конечно, я согласился, будем играть за эмблему и побеждать в этой крутейшей лиге. И двойник Кевина Дюранта – Тёма Титко. Меня зовут Артём, мне 30 лет и уже 24 года я в баскетболе. Слушай, я тренер по индивидуальной подготовке и тренер командный. Немного работаю с игроками и дюбла, и молодежки, и совсем маленьких детей тренирую. То есть варьирует очень сильно возраст. В последнем сезоне медиалиги на меня вышел Тёма Крештон, спросил, готов ли я играть, но на тот момент я был в команде Team Team. Там был Дмитрий Дамани, тренер, и у вас Дмитрий Дамани, тренер, и поэтому я никак не мог позволить себе, я уже пообещал им, поэтому без вариантов. А летом мне позвонил Дмитрий, соответственно, первый, и предложил такую вариацию. Я сам хотел, мне это было бы очень интересно, и, соответственно, мы с Дмитрием за этот год работать в Team Team очень сильно поняли друг друга, и нам приятно работать вместе, поэтому решил, что это будет идеальный вариант для меня. И вот уже противостояние на большой арене. Да, у нас много новых игроков, да, у нас поменялся состав, структура, но мы в раздевалке передали парням этот вайп 3-0. Давай, короче, начнем с того вообще, в принципе, что к турниру мы подошли вообще нахуй не готовы максимально. Нам рисовали комбинации там за два дня до турнира. Этим составом мы не собирались полностью ни разу. Этот состав был собран за неделю до Битвы Лиг, и как раз проверка боем. Битва Лиг – это как раз-таки сразу с корабля на бал, сразу же смотреть, кто что умеет, насколько мы вообще готовы в этом сумбуре, в этом хаосе показывать какую-то конструктивную, структурированную игру против качественных команд, которые уже достаточно продолжительное время тренируются вместе и уже сыграны. Ни хер его знает, сегодня выиграет тот, кто больше будет хотеть победы, и все. Я уверен, московский пи***ц как хочет нас выиграть. Но тут, рассуждая об изменениях, сразу мы видим, что Сергей Козлов, а не Иван Лазарев в старте у московского. Лазарев вчера к середине второй четверти уже три фала получил. Ну а у Хубс были проблемы, как ни странно, против Филиппа Гафурова под кольцом. Титко не хватало. И вот здесь Егор Гатин добавляется, я думаю, будет подспорье. Кривых, дальше вниз. Ну вот Козлова сложно продавить, хотя преимущество в габаритах вроде бы было сейчас, но нет. Очень была очень классная дуэль, причем тогда Кривых ее выиграл. Алиев, еще одна попытка с дистанции, на этот раз Джошкун Точин, он продолжает прокачивать свой трехочковый. Но сделать не получилось, и в итоге через Кривых теперь на другом краю игра. Серж, заброс на Сотникова. Например, Сергей Драковский, который в Цирке в Старте не появился, проваливается. Павлов, вы там! Делаю свой фирменный перехват, убегаем в быстрый отрыв. Триф-два, отдаю ноу-лук на Сотника. Сотник изи-лейт под кольца. Промахивается. Немножко расстроился, но благо Тема Титко на подборе, и там уже может быть что-то интересное. Только Сотникова и контратака, но надо забивать. Искренне думал, что попытаюсь подбэкнуть, но пока колено дает о себе знать, сложновато войти в форму. И мы уже две минуты не можем забить мяч, и это очень плачевно. На Анатолия Гюнтера, того опекает Павлов, фразмен в защите, и Тиканов. В прошлой игре ССК совершил много потерь, эту игру не хотелось начинать так же, но сложилось так, что снова совершил нерезультативное действие, но я не расстроился и продолжил так же жестко стараться. Жестко встречает лицевую, Тиканов, атакует издали Егор, нет. Крутуется, что вот эта стартовая пятерка уже на пульсе, поскольку три с половиной минуты сыграли в хорошем темпе, и здесь... Браво, хорошо! Набирает из-под кольца, Джордж Гун, мяч-то выкрутился, а как... Александр Павлов уже не играет 2 на 3, так или иначе, в атаке. Хупс, и Серж Клевых, двойной такой пик-н-ролл с... А, Сокик, афлёвушка! Команда белых мячей выходит вперед. Тикой и Козлов один в один. Ну что, ребят, счет 5-5, прошло половина первой четверти, нереально. Ребята не могут набрать очки, потому что реально максимально жесткая защита. Кажется, последние лет 5, то есть там очень давно Джордж Гун, Алиев стартовый разыгрывающий тур. И, кто знает, я думаю, что перед сезоном NBA очень серьезная конкуренция будет у Московского за стартового разыгрывающего Крима. Вы видели? Официал. Браво, Серж. Браво. Magic sense. I'm amazing. Ну, по этот раз Кривых обыгрывал Корчагина абсолютно так же, но там уже Козлов пришел на постраховку. Аккуративно выводы игроки московского сделали из предыдущей атаки соперника. Корчагин, Козлов против него гасит. Козлов догадывает. Это 2 плюс 1. Да, Сволов. То, что говорил про защиту, там забивают Сволов, ребят. Серега Козлов, безусловно, очень крутой, большой, особенно в лиге UBI, я считаю, один из лучших. Немножко поймал меня на противоходе, не устоял на ногах, да, посыпался и заработал этот глухой фон. Идет и уже вроде бы тело развернулось в пальцах, но... Спустя 6,5 минут на паркете появляется Миша Панкин, еще один наш новый игрок, у которого потенциал просто нереальный, но на игре с ЦСКА-2 почему-то он его не раскрыл полностью. Меня зовут Миша, мне 21 год, играю в баскет уже лет 11, в медиалиге играю за команду Piano Team. Сейчас пацаны позвали играть в Юбу, безумно этому рад, буду стараться, выкладываться на все 100% в каждом эпизоде. Надеюсь, принесу много пользы команде. Ты отдохнешься, нормально, нормально, нормально. Свои атаки не это самое. Есть свободная атака, трех очков, бросай, не думай, бля, и бля. То есть, все равно вот Алиев и Корчагин вряд ли будут выходить вместе. Драковский появился, Купсов, Сотников, он как раз не меня... Решил справиться с запросовой потерей, получил мяч от Стасяна и понял, что надо бросать. Он как раз не менялся, еще, а здесь Гюнтер. Правильно! Браво! Сейчас защищаться и забить. Все, другая игра пойдет, но сейчас защищаться очень важно. Александра. Вниз на Семену Депту. Тот один в один разобрался с Драковским, но там еще и гадят. Что тут же сделал Депту? Теперь Алиев включает ноги против Гюнтера, то влево идет скидка на Гатина. Так, он идет очки. Давай, давай, давай! Ты в своей команде и... В Драковских защите против Депту. То же любопытно, фолл очередной для команды Фикс. В разных командах в том числе и... Как я ее называю. Первый. Вели на нашем коллеге. Все там играли и... Вытеснил его из состава. Подбираю мяч, начинаю разгонять атаку. Вижу в углу свободного Дракона, знаю, как он льет. Отдаю ему вообще без раздумий передачу и жду бросок. Пока Хупс атакует. И на равный счет Сергей Драковский из угла. Мимо, но сотника. Браво, Сок, браво! Браво! Белый лиц! Здесь меда и заброс в трехсекундную зону. Там тройная защита. Алиев флоутера подвешивает неудачно. Павлов и вновь фолк. Ну, что ж. Может быть, в этой майке он будет? Справа под 45 оказывается выход Драковского. Я говорил о том, что... Драковского можно все-таки ввести 4-м очковую дугу. Фолк-нападение, но Драковский просит этот мяч засчитать. Бросок, грыз! Сперёв, не считай! Почему не считать, Яша? Как? Сперёв, не считай! Нет, мы не можем представить, что это фолк-нападение. Если бы это был фолк-защита, тогда мы могли. Да, конечно, Сергей кривый. Но он на стаме Алиев. Павлов ему заслон поставил, пока не пользуется Алиев. Со средней бросает, не попал. Секунду, даже меньше крюк-нападение. Пытался поручаться, но нет. В итоге первая 10-минутка заканчивается. Спасибо. Заканчивается первая четверть, и она для нас складывается более лучшим образом, чем в прошлом матче против ЦСКА. 15-18, три очка проигрываем. Начали довольно круто, довольно агрессивно играли. Выполняли установки тренера. У нас двигался мяч, в принципе, находились открытые броски, в которые пацаны попадали. И всё было неплохо. Уже точно понятно, что этот матч не закончится. Для нас лёгкая прогулка, и явно будет тяжёлая концовка, поэтому играем дальше. Нам нужно играть агрессивно всё время. Забили мы, не забили. Тут же разбираете игроков, прессингуете, убиваете время прессингом. Но прессингом аккуратным, без фала, так как вы сейчас делали. Мы убиваем время, и у них остаётся 10-11 секунд на решение всех вопросов в нападении. Им надо ещё организоваться и сделать комбинацию. Но мы должны убить время своим прессингом. Вот минуту-две устали, замена. Нам нужно поднимать тэп. Забили нам, быстро выносим. Развиваем атаку, приходим. Вот эту зону, ещё раз говорю, вот эту зону мы переходим максимально быстро. Не надо вот здесь натусоваться. Агрессивно сюда зашли, и отсюда играем транзит пик-н-ролл. Понятно? Давайте, парни. Давай-давай-давай-давай-давай. Пацаны с большинкой, видите? Let's go! Все на подбор, и маленькие тоже, все на подбор идут. За ним наблюдали, конечно же, на бенбанчике. Это Россия 3 на 3. Но вторая четверть начинается, и поехали в свои атаке. Они уступают. Начало второй четверти, и на трёхочковой линии получает мяч наш новоиспечённый игрок Жора Васильев. Всем привет, меня зовут Жора, aka никнейм Армани. Мне 23, 11 лет занимаюсь баскетом. В этом году буду играть за хубс. Рад, что ребята позвали поиграть. Хороший, сильный коллектив, и я рад стать частью его. Начало второй четверти, я получаю мяч. Чтобы придать себе и команде уверенности, решаюсь на тяжёлую дальнюю трёхку. Вы в атаке, они уступают, но всего лишь минус 3. Вот сейчас на автный счёт Васильев. Браво! Корчагин в ответ от Александра Корчагин. Последние пару лет в Суперлиге всё реже угрожал трёхкой. Хубс могут выйти вперёд. Панкин получает мяч. Драковский, Васильев ещё одна, но это будет за... После неудачного броска Жоры Васильева, крюк прыгает за лицевую, как рыбка в воду. Вылавливает этот мяч, сэвит, кидает чиги. И как вы думаете, что делают качки в данной ситуации? В 7 метрах от кольца. Это пас на крюкта. И Анатолий Чигрин. Чига! Да! Браво! Я так смотрю, как будто бы мы можем ВТБ таким там играть и не будем хуже. Вы как-то громче становитесь? Лом как? Всё, пока устроят. Но нас бы всё равно не услышали. Но тем не менее... Ну, знаешь, если бы мы сильно кричали и громко, возможно, в следующий раз попытаемся. Георгий Васильев... В очередной нашей атаке мяч доходит до чиги. Чига остаётся один на трёхе. И тут я уже не улыбался. Я был уверен в его броске. Нет, не получилось. Драковский... Ладно, чига бывает. Две подряд было бы красиво, но... Люблю тебя всё равно. Как тренер по 3 на 3 его, Даниил Абрамовский, ему постоянно говорят, бросай, бросай, бросай. Ну вот, он и выполняет свою работу. Только теперь чуть-чуть не в этой системе. Каслоу было нарушение правил по моменту броска, так что два штрафных. Девять очков уже к этому. Тёма заперена здесь. Ну а... Хупс. Джужгун Алиев! Как он выигрывает этот сприт! Фантастика! Гёндер! Титко помогает заслоном. Стас Сотников поднял Джужгун Алиев. Полетел к кольцу. И это фолл в нападении. Фиксирует Василий Хрынин. Чего? Нет, 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 нет. Он уже в воздухе! Дев, ну какая флотная. Войпа Драковски навязывает Алиев. Это средний. Ну, со средним расходом, особенно у Алиев. Скорее, пока дело не идет. Еще один быстрый переход от нашей команды. Получаю мяч. Передо мной маленький защитник, низкогабаритный. Просто проношу мяч сверху и выбрасываю. Пока дело не идет. Опять же, пока! Да что он делает? Как он это забивает? Магия! Квикс! Такой достаточно сложный флоутер. Получается его реализовать. Но как будто бы был там небольшой контакт. Просил полу судей. Но в этой игре с полами на самом деле будет очень интересная история. Нужно успокоиться, Деп, да? Вот уж кто точно успокаивается. Так это Семен. И Тихольев второй раз не добросил из-за дуги. Павлов мажет из-под кольца. Эмин Антонян. Знаешь, мне кажется, что... Я ничего просто объяснить не могу. Ветераны тяжелее восстанавливаются. У тренеров эмоций. И ночью тренерским штампом нарезали видео. Браво всем! Минуту до конца. Первая половина Александров. С ним играет Войничко. Обратная передача. И вот чуть ли не первый раз классический. Высокий заслом получил. Играю в пик-н-ролл под 45. Московский играет Айс. Айс это защита против пик-н-ролла, когда защищающийся игрок закрывает тебе центр и гонит тебя в лицевую линию. Пик-н-ролл немножко не такой, какой мне хотелось бы видеть, потому что опять же мы не сыграны. Я типа жду одного, а пик-н-ролл немножко другое идет. Но короче, получаю я возможность для атаки. И пытаюсь сделать свою серию движений, найти для себя бросок. Уже, если честно, в тот момент немножко ножки ебались. Делаю сайдстеп и... Другой серия движений, серф. Хочет найти этот трехочковый сайдстеп. Да, то есть у нас был на отметке 21.8 макс, если я не ошибаюсь, тайм-аут. А сейчас внимание еще... Ведем всего лишь плюс один. Я понимаю, что нужно оторваться, давать своей команде энергию. Решаю жестко пойти в проход, ловлю контакт. А сейчас внимание еще 25-24. То есть с того момента 10 очков, то есть за 7 минут 10-12. Да! Да! Колечка, молодец! Браво! Забиваю два с полом. Все рады и счастливы, все радуются. Я не знаю. Василий Фалькин. Гюнтон. Запомнили фамилию. Для конца второй четверти Александра сместился по трехочковый, не самая высокая траектория. И с этим возникли проблемы. Василий полетит. Два штрафных держа сейчас будет исполниться. ЦСКА-2 как раз соперником был, но все-таки ТО был немножко другой, московский, с Мелешкиным и Беспаловым, например, Гоа Ставский. На кольцо не смотрит Алиев, и вот Козлов получает против Сотников, он как уверенно реализует, и сопротивленный дабор. Такие броски у него заходят регулярно. Васильев оказался под давлением, три в одного убегают, и Сергей Козлов. Ай-яй-яй, такие гадские ошибки. Подобрал и забил фантастический Сергей Козлов. Алиев нарушает правила. Удивляет один тайм-аут на две команды за первую половину. То есть только тогда, когда, называется, был намет на некий пожар для московского, пока, с точки зрения бросковый, но и Джошку направляет цель. Два из двух в итоге. Как помню, Корчагин против Гюнтера наверху. Ну и такая интересная защита, кажется, зонного характера московского. Сотни. И вдвоем сразу в угол выбегать. Последние секунды второй четверти, наша команда заметила, что московский стал зоной, и начали распасовывать между друг другом. И я стоял в дальнем углу и ждал свою передачу. Я попадаю в важную треху. Чувствую и вижу, как пацаны взрываются на скамейке. Но не на одну секунду не выключаюсь из игры. В полном фокусе бегу в защиту и получаю обидный фолк. Корчагин 4 секунды до большого перерыва, и это фолк для Васильева, который... Соперинг становится на штраф, забивает два из двух, остается 0,8. И тут я вижу это. Конец второй четверти остается 0.8 секунд То есть даже не одна секунда, а 0.8 Я уже, знаете, так привстаю, чтобы там пятюни раздать, еще что-то Смотрю, мяч летит до готовца Он у центра разворачивается, сразу выбрасывает Грюк не видит этого, пытался получаться, но нет В итоге Сантр-Павлова, 0.8 секунды Я вообще Не горгать, им середины забивает Все, все взрываются, скамейка вскакивает Готов забил жуткий базар, очень красиво, очень классно Когда Готов забил с центра, ну, я... что-то невообразимое, потому что знаю Готов очень давно И чтобы человек попадал издалека, это очень странно, а тут человек забивает с центра, и это... это... unbelievable Да я вообще, на самом деле, не видел, что время заканчивалось, это, ну... просто я такие тренирую, и я подумал, что, ну, почему бы и нет Мне просто было лень бежать до кольца, и я решил, что пора бросать Ну, на самом деле, да, очень крутой бросок, точно войдет в мой список один из самых интересных хайлайтов Эмоции просто переполняли, я смотрел, как радуется вся банка, все парни, и это дало нам хороший заряд, большой перерыв Ну что, заканчиваем первую половину матча таким нереальным броском от Готов и выходим вперед на целых 4 очка Да, на самом деле, отличный результат для нашего нового состава, который вообще не сыгран И сыграть с одной из самых топовых любительских команд России с таким счетом, ну... на самом деле, это очень хорошая первая половина Мы закончили вторую четверть, я выхожу на улицу передышать, и я был настолько уверен, что это наша игра Да, у нас там, несмотря на то, что очень много ошибок, промахов, каких-то фолов, но я прям был на спокойствии Возможно, это связано с нашей историей побед над московским, но я был уверен, что мы берем эту игру 100% Ну и быстро по статистике, ужасные показатели по потерям у нас первую половину матча Целых 10 потерь мы совершили в первой половине, это очень много, когда наш соперник совершил всего 5 В остальном, в принципе, схожая статистика, мы забили больше трехочковых, но и у нас больше фолов На целых 7 фолов у нас больше, чем у соперника, это тоже не очень хороший показатель для нас Да, игра с московским, это в любом случае очень сложная и тягостная вещь, потому что профики и после первой четверти иметь какое-либо преимущество Или идти даже вровень с ними, это для состава, который собран по факту, там, две недели назад, это очень круто-круто И, на мой взгляд, на этот момент мы еще выполняли тренерскую установку, и она давала плоды свои И смотрите, пас, 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 опять вниз на штраф Понятно? Отдайте передачу, посмотрите, как они дальше будут ротировать И оттуда уже и ищите, не держите мяч слишком долго Давай! Давай, 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 давай Подбор, маленькие, помогают все на подбор Так, ну что, чуваки, вторая половина игры По какой-то одной команды, и Копс, и Молковский, и порой сконцентрированы как будто бы больше на защите Но еще и много пробок в Кате Ой-ой-ой, смешается тогда, когда это нужно Левая коронная 40 плюс 4, впереди плюс 6 В начале третьей четверти обыгрываю Козлова, забиваю довольно-таки тяжелый крюк И добываю для команды преимущества плюс 6 очков, что вселило в нас уверенность Мастеров старой школы, когда счета только бросали Ну, причем Сергея Козлова он обыграл, между прочим, в том эпизоде У Гатина уже 8 становится Козлов и Депта Потому что не хватило здесь им исполнительского мастерства Крепых Порвали Ой-ой-ой, что закрутил левой рукой Какую красоточку мог бы положить Веточку Плюс 8 мог делать И четверть Ну и пока два набратых очка Вот Егор Гатина остается единственными Корчагин 3 Не попал И здесь Депта не только до мяча дотянулся Но он с паркетом не уходит И посмотрите, как здорово на ногах работает против Кюнтера Ой-ой-ой, и тут стол нападения Половине не набирало Это, наверное, главное удивление По крайней мере лично для меня Козлов против Гатина Будет ли ответ Нет, Козлов не отвечает И передача на Тихонина, там, Сотников На подстраховку пришел, но Рассешенные скамеечки Вместо него Михаил Панькин Просто он мне в ебать отмахивался И? И что? Да ничего Дали? Дали тебе что-то? Помогло тебе это? Помогло тебе это? Еще раз тебе говорю Я тебе перед третьей четвертью сказал об этом Ну будь мужчиной Ну дали, дали Продолжай свою игру Тебе надо наказывать чем? Быстротой, очками, правильно? Ну накажи и все Согласен? Сценарии теперь третьей четверти Как будто бы подкопируют То, что мы видели Второй и первой Много бросают Стараются играть быстро Издали, но Процент пока Оставляет желать лучше Причем Сразу Команды еще один пол И И снова титул Вы сделали Один раз Второй раз Третий раз Четвертый раз И все Ну вот на этом пятачке Блядь Не надо это играть Не получилось Пикенрол Переведите мяч Переведите мяч Сделайте кат Сделайте хендов И дальше Переведите дальше Вы На одной половине На двух метрах Это все делаете Еще один момент Сыграли пикенрол сюда Большой страхует Сота идет вниз Или на поп-аут Ну отдайте мяч Не надо дрочить его здесь Давай 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 Передача вообще В другое место идет И потеря тут же Совершается Али вниз Это самые простые два очка Наверное в этом матче И персональное замечание Сотника Сразу с получения Смело Довольно таки было Нормально Нормально Нормальная атака Игроков за слот За слот Но Дмитрий Дамани При этом Прям по губам удалось пристать Говорит нормально Нормально Доверяют Сотникову Эти атаки Несмотря на то что Он не так давно в команде Александр Тихонин Средний возраст Купцов Причем Практически Разный подход Казалось Московский Гораздо опытнее Но На счете Это пока не сказывается Сорксу Пакен Дает мяч На Партнера Это Собственно говоря Балатолий Гюнтер Который сам прошел Скинул Катин Ну От счета у него Получилось лучше Чуть ли не все свои очки Гатин В этом матче Как раз бросками От забора Счета Набирает Гатин Против Диканова Уй-ой-ой-ой Здесь вместе с правой рукой Егор Пытался мяч Забить Он говорит Почему мне пол Меня ж дернули за руку Да, больно Но Абсолютно справедливое решение Орбиты в Тарканус Гюнтер на Гатина Гатин внизу Скидочка Тихонин Абсолютно 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 Не знаю сколько делать Но надо делать плюс Потому что сейчас Очень опасно Третья четверть Кто ее выигрывает В основном И забирает группы Включиться Сейчас надо До мяча Добирается И именно Танян Просит быстрее Переходить В нападение Какой показ Алиев Продает эти два штрафы Нормально 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 Давай Я надо посидеть Ребят Я очень не могу Смотреть Передышку Не могу Плюс Набирать очки Тоже Вариант Впрочем Вперед Плюс 2 Сразу Мы видим реакцию Дмитрий Адаманишна Игорь Крюк Выходит на паркет Всем привет Меня зовут Крюк Егор Мне 21 год В прошлом Я играл за команду МБА Юниор В единомолодежной лиге ВТБН И с этой командой Мы не заняли второе место На... Ну, в этой лиге Ага Увидел у Тёма Хриштона В Телеграме Что он ищет игроков В профессиональных У которых нет контракта Я ему быстренько написал Он мне ответил И... Теперь я тут Буду куваться за Хубс И... Будем творить историю Александра Тихонин Оставляет мяч Павлу Тот против Крюка Врывается под кольцо Егору Крюку тяжело Один в один против маленьких На ногах Наконец-то есть у них Такая тоже Новая Абсолютно Большая Классная история Все-таки первый забираем Тихонин Получает В трехсекундной зоне Идет Я с вами Я встал Мы забыли вместе В XCR В роли атакующего Посмотрим, как будет себя проявлять На дугу Драковский Не зашла Писается мяч сохранить Но В руки Александрову Его Отдает 4 в 2 Сейчас атака московского Диканов И плюс 7 Для московского Самое большое преимущество Драковского Все нормально Главная энергия Мастички Пья потух Пацаны потухли Голову опустили Конец третьей четверти Мы бежим в Быстрый прорыв И Жора Васильев Отдает мне классную передачу Вот Вроде под ногой Как-то я ее выкладываю Типа Вырываю ее И Хубцов Васильев Разгоняется Сам пойдет Атаковать нет Эта передача На Игорь Первые очки в матче Браво 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 Аккуратненько кладу Первые очки за Хубц Ну Приятно Что сказать Смотрим, как сейчас выглядит Он может и треху бросить И Следующие проходы В общем посмотрим Это важное попадание Для крюка Лично А здесь лазере В окружении Серж, нужна скорость Переход Быстрый Ты лидер команды Основной Ты должен создавать И находить Для тебя все надежда Понимаешь Понимаешь О-ой-ой-ой-ой По два Нет, три все-таки есть У Тиканова И по два Хотя в этой четверти Это хубц Бонус Московский хубц По крайней мере Последний овладений 12 секунд Справа Страховка Есть Но Не попали И соперник Просто накидал И Шесть очков Разница И то благодаря Последнему Забитому Сержа Перелон момент Стала третья четверть Мы встали Перестали бежать Перестали агрессивно Играть в защите Перестали забивать Дальние свои броски Разбивать их зону Шесть очков Такое отыгрывается Я помню во время матча Я сижу и думаю Ну шесть очков Ладно Это отыгрывается Шесть очков Главное чтобы пацаны Не тупили И в душе Внутри прям ощущалось Желание Плюс чуйка То что я должен быть Но Бро Я так скажу Хочется жестко Обратить внимание На Графу по штрафным Добро Мы пять бросили И пять с пяти И забили Не не я про то Как нас Чуваки Они накидывают И накидывают Мы фалим И фалим Ну да Два четыре фала Против двенадцати От соперника Типа В два раза больше Мы нафалили Вот они нам и забили Двадцать два очка Просто со штрафных Когда у нас пять В момент матча Думал Блин В следующей четверти Это должно прекратиться Менее эффективно Получались наши взаимодействия Друг с другом Каждый начал сам за себя играть И третья четверть стала для нас переломной И мы не смогли вернуться в игру Вы ушли вниз Потому что вы с самого начала Во-первых Начали разговаривать А во-вторых Вы потеряли нить игры в нападении Вы зацикливаетесь на одной стороне Вам нужно переводить мяч с одной стороны на другую Играете транзит или рога в сторону или транзит Парни выше головы Давай Лет-гол Гул Давай, Димаш Стараются действовать И посмотрим Десять Хупцов А тем временем уже прибывают в зал Тренерский штаб Аааа Он выбирал его Тренерский штаб ЦСКА-2 Антон Юдин Усложнит жизнь своему оппоненту Но так московским сейчас через Лазарево строится Тут аккуратно на Деда И Деда Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Багданков, Иван Лазарев, наконец-то! Это все-таки случилось. Лазарев в порядке, кривых ответная. Три! Нет! И смахивает мяч абсолютно грамотно. Выносит, и Иван Лазарев помогает. Как раз мяч в виски. Александров край делает пас. Тиканов против Драковского. Нашел эти два штрафных. Это четвертый фолк для Сергея Драковского. Все, при этом не стоит забывать о том, что Дмитрий Дома не отправил. Играли другие Рейденова. Небольшая времени становится все меньше и меньше. И уже 7.42 на того Лайв-Арена. И здесь довольно жестко. Ай-яй-яй, давай, удачи два, как важные. Сладник на линии штрафного броска. Первый укладывает цель. Второй мимо. От... Так что довольно непросто. И пока Сергей Кафло. Давай быстрее! Беги! Разгоняй! Разгоняй! Просто рульминат. Понятно, так что. Посмотрим. Кривых. Дальше через Драковского. Гюнтер влево. Идет Тиканов след. И успевает позицию. Сотник получает мяч на травчаковой линии. И отдает Драковскому. И важный момент посмотреть на действия Сержа. Как он просто двоих соперников отставил от Сереги Драковского. На самом деле момент, который многие люди оставили бы без внимания, по сути, дал Драковскому совершить открытую атаку тем, что поставил такой exit screen, если можно так назвать. Заблокировал двух защитников. Пустая атака для Сереги, которую он реализует. Я надеюсь. Позицию занять. Сотников не бьет Драковский. И из Уплайп. Какая важная пайна. Просто дойду. Здесь на Уплайп аренде. Жужгуналиев. Остается с мячом. Двигается вниз. И передача на Лазарева, которому не дают. Габарит от Сергея Крывых. Да, именно так. Лазарев в 2-е стрессы. Играя на фоке за третье место. На битве лейк, Драковский мимо. И фолл это уже бросковая. Кити. Забьешь, забьешь. Олив и Тиканов. Вот такая четверка сейчас у Лостовского и... Мимо и второй. Подбор за соперником. Просто мяч укротить. И такая вот ошибка происходит. Джош. Ай-яй-яй. Это да, фолл нападение. Тихая фолл нападение. И теперь нужно защищаться. Повладение у Хупс. Гюнтер за вес воздухи. Заходи. Хороший. Лучший. Я не знаю, как он забивает эти свои просто проходы таранов против сильных защитников. Плюс 7 у Хупс. Таким образом и... Плюс 7 у Московского и Тиканов пробивает. Совершенно иная роль у него относительно... Московская обыгрывает на штрафных. Просто штрафными, блядь. Всю игру у нас. Всю игру они просто... Нужно форсировать, конечно, кубсам, поскольку 9 очков. Все меньше и меньше времени. Сотников против Тихонина. Мы видели в первой половине. Помним, насколько мало в нарушении правил было у Московского. Стараются контролировать тем самым Александра. От него Гюнтер. Движение в центр. Александр до конца хочет пройти. Нет. Скидка. Гюнтер. Идут последние минуты игры. Мы говорим минус 8. Я понимаю, что времени все меньше. Нужно брать ситуацию в свои руки. Получаю мяч. Показываю на бросок. Он взлетает. Ну, понимаю, что нужно, блядь, спасать Россию, ебать. Давай, как Паша Техник, буду интервью давать. Вы че, ебать? Гюнтер против Козлова. Незалейший средний. Да! Незалейший. Дай! Гюнтер своим броском делает минус 6. И мы будто бы опять в игре. Вот эти 6 очков за 3 минуты до конца, ну, их можно отыгрывать. Бросок Гюнтера реально снова усилил веру, потому что в моменте я думал, что идут последние 2-3 минуты, и как будто, ну, мы делаем, стараемся, но все против нас. Делаю удар, остановку, разрываю дистанцию, забиваю через руку. Забил тяжелый бросок против высокого игрока. Он считает, что хорошо отзащищался, но я был лучше. И вот этот бросок Гюнтера, это как раз-таки тот самый момент, который может дать парням энергию и сократить отставание, появляя и даже выйти вперед. Оказался прав. Меньше 2,5 секундами. Алиев 3,2. Хубс великолепный в защите, кривых, Сотников. В этот раз под кольцовник пошел Драковский, кажется, задел мяча. Так показалось, по крайней мере, бросок-то был рядом с нашей рекомендаторской позицией, здесь Сотников получает свой 5-й персональный пол. Джош забивает трехочковый, Ста Сотников наш основной большой игрок, который отыграл там практически все минуты матча, садится за 5 полов и, скорее всего, этот матч уже не спасти. К сожалению, слишком большое преимущество, чтобы его отыграть за минуту 30, но все возможно. Алиев. Алиев против кривых, здесь можно играть, потому что кривых мяч выбил, Козлов будет ли атаковать? Нет, выбирает. Прагматичное продолжение. И как здорово здесь Александр Тиховн разобрался, мяч в секундную зону, 65-е очко московскому приносит. А вот это действительно бросок, который может окончательно исход этого матча предрешить. Плюс еще блокшот Анатолия Кюнтера прилетает. И пошла последняя минута. Естественно, московский никуда не торопится. Плюс два, как их называют наши заокеанские коллеги, флор дженерала. На площадке Александр Корчагин и Джош Гудалиев. Каждый может поздравлять Гатина. Сотников еще и рядышком сидят. Видимо, пошел в проход, нашел контакт и спокойненько. Ну, время здесь работает на московской. То есть важно понимать, что сам нужно быстрее атаковать кривых. Отличная защита, Драховский. Браво, как же московский здорово разобрал. Вот он опыт. Проходить всегда очень непросто. Нужно спунули им. А вы не можете, как-то сегодня проработать, где-то не убили. Убирает Готовский. Он очень поздравляет и хватит всего возможного движения. Д apparel — бронзовая динамика, «ну это мне сильнееKAL» оставил у насYeah, Нормально, нормально. Нормально. 67 56. The Olympic game champion. joins me up. It's good. You're a político now. Взять, приходите на наши марши, пожалуйста. Помогайте нам встречать. Шоки, это бездалека мне покорилась. Финальный свисток. Ну, во-первых, совершили много потерь. Сказывается несыгранность. То, что перед игрой мы потренировались всего лишь один раз. И то, это было очень лайтово. Неважно, как сложилось игра, для нас это предсезонка по факту. Все то, что сейчас происходит, это предсезонка. На самом деле, ребята играли в полную самоотдачу. Вели в начале матча, могли его забрать. То есть, реально, там пару игр нам дать, там, товарищ или чего-то. Ну, или просто на тренировке комбинации обкатать и все наладится. Я думаю, все четко будет. Вот этот зеленый линк поймаем, как в FIFA. Все нормально будет. Но из-за того, что мы еще недостаточно сыграны, а Московский – это та команда, которая умеет возвращаться и потом этого преимущества не отдает, наверное, нам не хватило опыта, сил и взаимопонимания какого-то, которое обязательно еще, я верю, наработается. И мы еще покажем свой уровень. Окей, хорошо. Мы принимаем это поражение, но душу греет мысль о том, что... Впереди сезон UBA. У нас еще есть месяц на подготовку, за который мы считаем, что должны неплохо прибавить и показывать топовую игру, находиться в топе лиги и просто дарить вам наслаждение от просмотра нашей игры. Но этот сезон будет тяжелый, я думаю. Нужно просто доказывать каждый раз и быть голодным. И все, это единственное, что я думаю, что нужно в нашей команде. Но у нас это есть. Я на весь турнир, следующий год, сезон, UBA залетаю в ХУПС. Буду этим делиться у себя в телеге. КП Артем. Буду очень рад, и мне очень приятно, и я очень горд, что я нахожусь в этой команде. Почему проиграли? Потому что выключили мозг. В третьей четверти выключили мозг в нападении напрочь. Я вам говорю одно, вы делаете другое. Как только вы начинаете делать нормальные вещи, двигаться, у вас все нормально получается. Почему вы скатились на индивидуальную игру, по 4-5 раз играть пик-н-ролл на одном краю, я не понимаю. Будем работать над этим. Не вешайте нос, парни. Все нормально. Мы идем своим путем, который приведет нас к лучшим результатам. Не переживайте. Идет становление команды. Поэтому будем редактировать, будем работать и подготовимся к сезону нормально. Парни, всем спасибо. Давайте. Давай, 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 давай. Давайте. Let's go. Эй, эй. Внимание, парни. Спасибо, скажем, соту. Сот, спасибо. Спасибо. Классавчик. Спасибо. так начинали, нормально начинали, реально я прямо в моменте подумал, что все, мы продолжим эту серию побед в московске да, проиграли, проигрывать всегда обидно но нужно жить сегодняшним днем то, что было тогда, уже сейчас невозможно повторить потому что игроков подписали в Суперлигу и мы просто физически не можем взять поэтому работаем с тем, что есть я считаю, у нас все равно хороший состав то, что мы играем с фаворитами основного сезона UBA практически на равных, это уже победы месяц у нас есть, месяц работаем и приходим уже с совершенно другой командой через месяц вы нас не узнаете, я вам обещаю всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравился видеоролик до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok